на 8 марта да и не только а на любые праздники по поводу и без многие дамы получат букеты цветов и спустя некоторое время цветы начинают вянуть как заставить цветы как можно дольше стоять в вазе вот сейчас с этим и разберемся но прежде всего нам нужно понять от чего происходит увядание и начнем с роз роза конечно самый любимый цветок которые дарят женщинам и роза как истинная красавица очень капризная и стоит она наверное меньше всех как ее заставить стоять дольше дело в том что когда цветок срезан из листьев стебле и даже самого цветка продолжается испарение влаги и цветок начинает вянуть из-за того что влаги поступает меньше чем испаряется вот из этого недостатка влаги цветок начинает вянуть если у розы ствол довольно таки такой крепкий а древесневевший то вот здесь вот самое такое слабое место и бывает так что поставив цветок и воду спустя несколько часов вот эта головка наклоняется у розы очень узкие тонкие проводящие пути и когда цветок срезан продолжается вот это вот движение сока по цветку и вот в эти проводящие пути всасывается много воздуха и образуется такая вот воздушная пробка которая закупоривает поступление дальше воды в цветок и получается так что мы вроде бы как бы в воду цветок и поставили а вода сюда не поступает из-за этой воздушной пробки и вот эти вот узкие тонкие проводящие пути не позволяет когда попадает цветок в воду выбить эту проводящую пробку вот это вот причина того что роза очень быстро я не что мы делаем когда мы получили розу а зачастую мы получаем розы которые едут к нам из аквадора из колумбии из голландии то есть они долгое время были без воды они сами по себе обезвожены когда мы получили розу что мы делаем нам нужно выбить вот эту вот пробку которая образовалась внизу мы берем горячую воду вода должна быть настолько горячей чтобы в ней было несколько минут несколько вода должна быть настолько горячей чтобы пальцу было некомфортно в ней находиться очень острым ножом делаем косой срез как можно длиннее и потом расщепляем это мы делаем для того чтобы во первых выбить воздушную пробку а во вторых чтобы как можно больше воды сюда попадала и ставим в горячую воду и вот когда мы поставим в горячую воду сразу видно как капельки воздуха выходят из нашего среза вот это выбивается то пробка которая закупоривала проводящий пути к цветку и вот теперь можно розу так оставить можно ее поставить в этом сосуде до тех пор пока вода остынет или можно переместить ее в вазу когда вода немножечко стынет прям в этой же воде отправить ее в вазу бывает еще ситуация когда вы развернули букет а вроде бы цветок хороший а вот там есть вот такие вот заломы вот здесь уже кора нарушена и вот здесь в этих заломах вода проходить не будет но это не повод выкинуть цветок нужно просто сделать срез выше вот этого залома и точно также поставить цветок в воду предварительно убрав как можно больше листьев почему мы убираем листья второй причиной быстрого увядания цветков являются гнилостные процессы которые проходят в воде и вот это слизь который вырабатывать бактерии да и сами бактерии они закупоривают воду проводящий пути и не дает воде двигаться дальше к цветку поэтому мы убираем как можно больше листьев убираем шипы и ставим только вот оголенный один стволик в воду вот таким образом можно оживить розу таким образом можно оживить хризантему таким образом кстати можно оживить и сирень и это все относится к растениям у которых плотный стебель у которых стебель такой как кустарников а древесневевший стебель еще мы получаем в качестве подарков и тюльпаны и ирисы и другие цветы травянистые растения то есть и они имеют вот такой травянистый стебель а с ними мы поступаем совершенно по-другому мы также удаляем нижние листья чтобы они не создавали гниение и также обрезаем кончик и помещаем воду все вот им не нужно никаких приемов чтобы выбить пробку потому что у них проводящие пути широкие и вода выбивает сама по себе холодная вода даже не холодная вода комнатной температуры выбивает вот эту воздушную пробку и вот этот вот цветок будет долго стоять для того чтобы вода не гнила что нужно сделать во первых нужно наливать кипяченую воду или бутилированную воду и для того чтобы притормозить процессы гниения в воду добавляем либо активированный уголь либо аспирин это вещества которые во первых заменит процесс гниения активированный уголь в себя впитает все гнилостные микроорганизмы для того чтобы продлить цветение есть еще вот такие препараты которые добавляются в воду это концентрированные средства для срезанных цветов во первых они сами по себе тормозят гнилостные процессы а во вторых они являются питанием для растений потому что даже находясь в воде растение требует питания и чтобы его подпитать все здесь есть отдельно хочется затронуть герберы это очень такие эффектные красивые цветы которые можно подарить не только в горшке но и очень часто они дарятся в букетах средства когда гербера находится с корнями вот так когда она растет у нее ствол плотный у нее ствол жесткий но как только срезаем ствол быстро теряет воду и он становится мягким и растение паникает и флористы специальной пленкой обматывают вот этот ствол для того чтобы сохранить ему жесткость вот когда вы получите герберу подарок срезанную герберу не разматывайте вот эту вот пленку которая будет обмотана герберой ставьте растение смело воду и она у вас долго постоит надеюсь наши советы помогут вам надолго продлить себе праздник и цветы у вас будут свежими живыми долгое время а